Тем временем в Перми рухнула крыша столовой краевой больницы на припаркованной рядом авто. В пресс-службе краевого Минздрава пояснили, что здание было построено в 60-х годах прошлого века. К счастью, в результате ЧП пострадавших нет. Сейчас проводится экспертиза. На очереди свежий криминальный обзор. Патрульную рубрику сегодня подготовила Анна Аксенова. Аня, тебе слово. Здравствуйте. В Кунгурском районе на железнодорожных путях электричка насмерть сбила женщину. Сообщение об этом появилось в телеграм-канале Уральской транспортной прокуратуры. Трагический случай произошел 3 августа на 1532-м километре третьего пикета перегона станции Иренский-Кунгур. Состав задавил местную жительницу в тот момент, когда она пыталась перейти железнодорожное пути. Пермская транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения требований законодательства о безопасности движения эксплуатации железнодорожного транспорта. К другим темам. В краевой столице накануне задержали мужчину без одежды. Очевидцы пишут в соцсети. Заметили обнаженного мужчину, бродившего и дебоширившего на оживленной улице в 10-м микрорайоне на Гайве. Пермяки скрутили его. Также к этому времени подоспели дорожные полицейские и патрульно-постовая служба. Очевидцы сообщают, что мужчина был невменяем, кричал про какую-то девочку. Тем временем стали известны подробности аварии в Волгоградской области, где на трассе столкнулись три автомобиля и погибла жительница Перми. 1 августа в 12.30 на 643-м километре автодороги Сызрань-Саратов-Волгоград произошло столкновение грузовика с автомобилями Форд и БМВ. В результате аварий погибли трое, среди которых Пермячка и двое жителей Свердловской области. Еще трое пассажиров получили травмы. Известно, что двое подростков 15 и 16 лет доставлены в больницу. Они находились в разных машинах. А в окрестностях Уссоля на Камском мосту тоже произошла авария. К счастью, без пострадавших. ДТП случилось перед въездом на Камский мост. По предварительной информации, водитель Рено хотел развернуться, притормозил, после чего получил удар от Тойоты. Рено протащило по дороге порядка 15 метров, как пишут очевидцы. У одной из машин оторвало колеса. И завершу сегодняшнюю рубрику хорошей информации. Медведей нет. Информация не подтвердилась, пишет информ Губаха про Каменный город. Накануне соцсети сполошила сообщение очевидцев, якобы увидевших на территории памятника природы этих животных. 3 августа государственный охотинспектор Минприроды Прикамья совместно с сотрудником дирекции особо охраняемых природных территорий Пермского края обследовали территорию возле каменного города. По данным охотинспектора, следы у памятника природы оставила лосиха с двумя детенышами. Признаки присутствия медведей на этой территории не обнаружены.